Это уже не детские шалости, а уголовно наказуемое деяние. Кражи, хулиганство, употребление наркотиков, драки с серьезными последствиями. В Мозыре по сравнению с прошлым годом зафиксировано рост числа преступлений, которые совершили те, кому нет и 18-ти. Неутешительную статистику озвучили на оперативном совещании. Правоохранительные органы, представители образования и трудовых коллективов вместе пытались проанализировать причины и найти пути решения. Современная молодежь требует современных подходов. Дети в интернете, значит, там же должны быть и взрослые. Статусы в соцсетях, круг знакомых, запросы в поисковике и архив просматриваемых сайтов. Необходим тотальный контроль. Для того, чтобы узнать, чем наша молодежь живет, надо просто посещать их сайт. В качестве примера в одной из школ с числа продвинутых родителей организовали, ну, не хакеров, а тех, которые под вымышленными никами заходили на сайты своих детей и задавали им провокационные вопросы по наркотикам, по отношению к другим каким-то сегодня негативным процессам. И сразу было видно, устойчивое дитя, да, против этих всех угроз, которые с интернета сегодня исходят, или нет. Есть у них тормоза и какое-то противоядие, или нет. Анализ детской преступности показывает, большинство правонарушений совершается в свободное от учебы время. Поэтому на первый план выходит полезная занятость. Необходимо направить подростковую энергию и любознательность в нужное русло. В трудовых коллективах недостаточно работают руководители, замы по идеологической работе, которые тоже будут присутствовать на этом совещании с родителями, по вопросу их ответственности за воспитание своих детей. Это первое. Второе, это индивидуальная работа с подростками, это их времяпреповождение, это организация их занятости. Потому что мы столкнулись с такими фактами, что есть формальный подход, в том числе и в летний период, когда подростки не были заняты, не побоюсь этого слова сказать, на бумаге они посещали какие-то мероприятия. Еще одна тенденция – на правоохранительный учет попадают, как правило, дети из неполных или неблагополучных семей. Усилить работу в этом направлении – одно из ключевых выводов совещания. Вызывает обеспокоенность и то, что по-прежнему регулярно выявляются факты употребления подростками алкоголя и психотропов. Хотя ужесточение антинаркотического законодательства положительно отразилось на ситуации. В целом, практика показывает – в профилактике преступности нравоучения малоэффективны. Упор надо сделать на так называемую шокотерапию. Показательные суды, экскурсии в места не столь отдаленные. Решившись на преступление, подросток должен понимать – в этом случае у детей льгот нет.